Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем читать интересные тексты из Solutions Upper Intermediate 6-й юнит И наконец-то мы доползли до огромного текста Здесь тема Junk Food со всеми вытекающими Как всегда какая-то там плохая еда которую нельзя есть и которую все едят Значит здесь у нас вот он текст он большой, по-видимому мне придется делать 3 части Здесь нужно будет из третьего упражнения поставить как всегда какие-то там пропущенные предложения в пробелы Вот один пробел Вот дальше еще какие-то задания True или False Ну в принципе здесь все предсказуемо поэтому задания я делать не буду Я просто прочту текст и поставлю в пробелы выражения разберу слова и все вот это вот Итак, Food Addiction Зависимость от еды И далее первая часть у нас называется A Pizza Boy Можно сказать мальчик любящий пиццу На самом деле здесь игра слов Pizza Boy Это может быть разносчик пиццы иногда говорят так Pizza Man, Pizza Boy Few people would disagree that one of the world's most popular dishes is pizza Немногие люди будут возражать или возражали бы что одно из самых популярных блюд в мире это пицца Здесь у нас Disagree Можно, конечно, сказать, что это не соглашаться но оно будет совершенно как-то не звучать поэтому я сказала как спорить но это не соглашаться по сути Далее вот это Wood Это условия у нас Условия нереальные второго типа У нас здесь нет как такового условного предложения здесь только главная часть вот эта с Wood'ами которая стоит всегда и поэтому не согласились бы или спорили бы Такое запросто может быть Обе части предложения с условием могут существовать самостоятельно особенно та его часть которая показывает последствия Итак, Most Popular Ясно Деш В данном случае это не тарелка это блюдо как еда И обращаем внимание что в данном случае пицца у нас как бы неисчисляемая хотя мы все понимаем что пиццы можно посчитать 1, 2, 3 пиццы Но здесь пицца в абстрактном ее понимании это как блюдо вообще как еда вообще поэтому здесь нет артикля Э 22-летний Зак конечно же не спорил бы Он бы ел или он ел сейчас нужно уточнить что это Wood здесь значит возможно это used to почему? потому что я уже знаю о чем идет речь дальше я уже глазами глянула и здесь это то действие которое сейчас не происходит значит он ел раньше любые виды пиццы которые он только мог найти домашнюю пиццу с свежими ингредиентами пиццу полуфабрикат для микроволновки полную добавок и консервантов и даже остатки пиццы со вчерашнего вечера и так что у нас здесь значит homemade что угодно может быть пицца может быть beer это уже не важно homemade это домашнего приготовления на самом деле все легко home дом made сделанный то есть сделанный дома далее вот это Wood очень подлое слово очень хочется опять же перевести его как условия он ел бы и в принципе это можно было бы сделать но здесь проблема в том что сейчас мы читаем и мы не знаем что будет дальше но на самом деле там дальше парень вроде бы как завязал с этой пиццей и сейчас он ее не ест поэтому здесь Wood это скорее всего used to это аналог used to вот что такое Wood это настолько многогранное слово настолько многогранный модальный глагол что он только не показывает и в данном случае он показывает регулярное действие в прошлом которое теперь не происходит далее any type of pizza здесь все ясно в редкий случай две точки стоят далее covered in fresh ingredients обращаем внимание на предлоги покрытое свежими ингредиентами далее pre-cooked microwave pizza pre-cooked это полуфабрикат полуфабрикаты конечно бывают разные но здесь именно тот полуфабрикат который можно приготовить в микроволновке то есть достаточно просто нагреть недаром здесь стоит microwave то есть микроволновая пицца получается если совсем дословно поэтому нужно фантазировать далее full of additives additives это добавки то что пищевые добавки все то что мы любим все то что написано всегда на пакетах вот это вот additives называется а далее очень интересное слово preservatives не надо вестись это не то что многие подумали это всего-навсего консерванты от слова preserve сохранять то есть в пицце всего-навсего были пищевые добавки и консерванты чтобы она не испортилась и даже остатки значит leftovers когда говорится это остатки и объедки можно и так это переводить он ел пиццу на завтрак ланч и обед и потреблял 800 килограмм пиццы в год здесь у нас яркий пример того что однородные действия могут быть в разных временах здесь у нас add past simple а здесь у нас was consuming past continuous да, так тоже можно делать слово consume в данном случае это поедать можно и так было бы это сказать можно просто есть почему не поставили есть ну потому что aid стоит перед этим уже куда еще одно поэтому вот можно изящно выйти из положения и написать consume consume это не только потреблять это еще и поедать и обращаем внимание еще на один нюанс здесь у нас мы говорим в год а в английском в ставить не нужно особенно когда у нас речь идет о единичных случаях то есть это не когда у нас скорость там 50 километров в час когда у нас говорится 50 miles per hour 50 миль в час почему per hour а не an hour можно и an hour поставить но per hour покажет нам что это каждый час по 50 километров предполагается что мы едем ну не один час ну вот со скоростью вот такой вот нюанс есть а когда у нас вот ну в один год он съест 800 килограмм в другой год он съест 3 килограмма ну вот тогда мы можем не ставить вот это per per это регулярность а e если мы просто поставим у нас этой регулярности не будет мы просто говорим о единичном явлении будучи ребенком Зак ел большое разнообразие еды и пока он не пошел в среднюю школу он не был зависим от пиццы итак будучи ребенком можно было сказать иначе when he was a child вот тогда у нас было еще одно предложение или же по-другому in his childhood обращаем внимание что у нас past perfect стоит почему потому что это действия раньше чем другие действия в прошлом которые он делал далее a wide variety of food это чтобы не говорить much food чтобы не говорить various food вот можно и вот так широкий выбор или широкая перечень долгий перечень разных продуктов питания здесь нужно понимать что food не обязательно переводить словом еда это могут быть просто продукты питания ну что угодно что можно съесть и далее начинаются чудеса потому что если мы начнем переводить дословно получится какая-то чушь и это не было пока он не начал в среднюю школу что он стал зависимым от пиццы здесь можно начать переводить с конца и он не был зависим от пиццы пока не пошел в среднюю школу сначала мы переведем вот это потом сразу перепрыгнем сюда и переведем вот это а потом переведем вот это а it wasn't можно игнорировать вообще американские школьные обеды очень часто критиковались за большое количество fast food в их меню обращаем внимание on the menu в меню мы говорим в а в английском надо говорить на далее критиковали за что обращаем внимание на предлоги и далее large amount of fast food опять же для того чтобы не говорить much a lot вот пожалуйста нам вариант особенно учитывая то что fast food любой food в принципе неисчисляемый поэтому здесь у нас amount of позволяет нам сделать вот это много или большой объем большое количество далее have often been criticized perfect кроме того еще и пассивный perfect и обращаем внимание слово often стоит мы же привыкли что often с present simple ставится да с present simple ставится но теоретически often может стоять вообще с любыми временами нет нигде указания что его нельзя ставить с present perfect едем дальше в школе Зака пицца была блюдом номер один и он не мог ею наесть значит обращаем внимание на at school не in потому что in это физически а здесь имеется ввиду что здесь не имеется ввиду помещение здесь имеется ввиду люди то есть среди учеников среди студентов пользовалась популярностью пицца далее очень интересное выражение вот это the star dish и обращаем внимание на артикль то есть блюдо-звезда если дословно или самое популярное блюдо можно было сказать the most popular dish ради бога но можно и так красиво и далее вот это бесподобное he couldn't get enough of it в английском это супер-дупер популярное выражение I cannot get enough I cannot get enough даже в песнях значит то есть мне все мало мне все мало ему все было мало этой пиццы более того Зак получал карманные деньги и единственная вещь на которую он хотел их тратить это кусочки пиццы значит slices of pizza ну вот эти вот дольки треугольнички кусочек пицца и вот это вот slice далее spend it on обращаем внимание как интересно the only thing that he wanted to spend it on значит единственная вещь на которую он хотел тратить можно было сказать иначе he wanted to spend it only on slices of pizza это было бы правильно или on slices of pizza only тоже правильно здесь у нас фразовое выделение фразовые выделения усложняют предложения для начала их надо вычленить из предложения выцепить чтобы было понятно где оно начинается где заканчивается где собственно главная мысль идет но тем не менее они делают предложение ну таким взрослым если угодно естественно семья Зака была обеспокоена насчет того что диета их сына была полна калориями и имела мало витаминов итак здесь очень хорошее вот это diet was high in calories and low in vitamins обращаем внимание на предлоги диета полна калориями если дословно высока в калориях и далее low in vitamins иногда vitamins говорят иногда vitamins диете не хватает витаминов далее очень интересная фраза so was Zach значит сразу и не поймешь о чем идет речь так был Зак на самом деле это завязано на предыдущее предложение это ellipsis то есть отсылка к предыдущему предложению и поэтому вот это so это собственно говоря вот это все we're worried about и вот это вот вот досюда и далее вот Зак то есть Зак тоже был обеспокоен что его диета полна калорий и ему не хватает витаминов вот это so включает в себе всю вот эту фразу в отчаянной попытке покончить с его зависимостью или со своей зависимостью он согласился участвовать в телепрограмме in a desperate attempt в отчаянной попытке обращаем внимание на предлоги значит дальше у нас артикль э стоит attempt исчисляемый его можно посчитать почему артикль э потому что кроме того что можно посчитать кроме того desperate оценочное осуждение в таких случаях всегда артикль э ставится далее обращаем внимание на очень хорошую фразу to break his addiction покончить с зависимостью или разорвать или сломать как угодно зависимость легко запомнить потому что если зависимость то бывает ломка и в результате ломки зависимость ломается вместо his естественно могло стоять here могло стоять there что угодно любое притяжательное местоимение любая вообще притяжательная форма следующая хорошая фраза appear on a TV program если дословно появиться на телепрограмме участвовать в телепрограмме это будет правильно но при этом почему они ставят TV program с on потому что это медиа а медиа это всегда on не важно какого рода медиа или электронная или бумажная или там еще какая не важно все равно будет on можно кстати говорить спокойно вместо TV program TV show это тоже будет правильно и далее у нас какой-то таинственный пробел сейчас посмотрим что у нас здесь может быть surprisingly a diet that contained few nutrients так что-то очень длинное наверное нет its aim was to encourage food addicts to beat their addictions with the help of a psychologist and nutritionist ее цель была заставить или стимулировать людей зависимых от еды побороть их зависимость с помощью психолога и диетолога почему бы и нет мне очень нравится be ну что дальше one of the first steps was to get rid of collection of free gifts так ну про free gifts у нас не было ни слова далее the parties, picnics and barbecues with friends and family used to be a nightmare значит кошмаром были всякие пикники с друзьями барбекю и прочее это тоже не наш случай the doctor who treated hair ага здесь о ней идет речь значит явно be потому что ничего другого просто здесь не подойдет здесь все очень очевидно это было нелегко но Зак в конце концов продемонстрировал что он оставил привычку есть пиццу в драматическом конце шоу ну здесь все лежит на поверхности had given up у нас опять стоит то есть past perfect показывает что до того как шоу закончилось он оставил есть пиццу given up фразовый глагол и обращаем внимание что дальше у нас будет ерунди и не мудрено потому что предлоги стоят значит покончил с поеданием пиццы или оставил даже здесь не оставил здесь бросил he had to eat a fish dish while his brother sat in front of him enjoying a pizza ему нужно было есть рыбное блюдо в то время как его брат сидел перед ним и с удовольствием ел пиццу ну здесь все очевидно поэтому в принципе единственное while в то время как ну просто нужно знать что так можно делать и sit in front of him сидел перед ним то есть имеется ввиду напротив него за столом ну получается как бы перед ним далее enjoying нам не обязательно ставить have с едой нам не обязательно ставить eat или drink с едой или питьем если нам нравится это есть или пить мы можем сказать enjoy Zach met the challenge and according to the program makers he has never eaten pizza again Zach принял этот вызов и согласно авторам передачи он никогда больше пиццу не ел ну окей поверим авторам передачи и met his challenge или met the challenge очень хорошая фраза то есть достойно встретить вызов вот так вот можно или справиться с этим вызовом даже так достойно ответить на вызов according to согласно тому что говорят создатели передачи program makers создатели передачи если дословно ее делатели ну и дальше все у нас очевидно вот это и есть первая половина или первая часть скажем так я думаю их будет три первая часть текста ну что ж очень даже ничего текст интересный и в плане грамматики и в плане слов ссылка на скриншот как с моими художествами так и без будет в описании видео равно как и ссылка на весь плейлист по solutions upper intermediate это третье издание 18-го года если я не ошибаюсь спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и в плане